Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Если вам не безразлична судьба этого канала, то обязательно досмотрите этот видос до конца. Ставьте лайк, делайте репост этого видео, ну и все такое. Сегодня обзор линейки компании ZTE. В начале о самой компании ZTE Corporation. Это китайская компания, одна из самых крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае. Основана она в 1985 году. Штаб-квартира находится в городе Шейнджейн. Совсем недавно, 9 мая, ZTE опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что операционная деятельность компании приостановлена. Все это из-за санкций от США. ZTE лишилась возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на свободный и открытый Android без фирменных приложений Google. Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. И это очень здорово, это отлично. Хотя процессоры тайваньской компании Mediatek тоже используются и закупаются, но они недостаточно мощны для флагманских моделей. Итак, вот такие новости по поводу компании ZTE на данный момент. Что будет дальше, как будут дальше развиваться события, узнаем совсем скоро. Перейдем к линейкам. Первая линейка под названием A. Здесь телефоны A5, A6, A610, A310, ну и многие другие бюджетные телефоны. Хороший аккумулятор емкостью 5000 мА и технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Вот главные особенности смартфона ZTE Blade A6. Такой же аккумулятор имеет облегченная версия ZTE Blade A6 Lite. Аккумулятор заряжается менее чем за полчаса. Производитель заявляет, что 15 минут зарядки хватит на полчаса просмотра фильма. Отлично. Сам смартфон можно использовать как аккумулятор, раздавая зарядку. Ну типа как Powerbank. Поддержка технологии OTG позволяет не только заряжать другие телефоны, но и подключать к ZTE Blade 6A различные внешние гаджеты. Технические характеристики, ну в принципе себе достойны на данный момент. 32 гигабайта встроенной памяти, 3 гигабайта оперативки, сканер отпечатков пальцев, 13 мегапикселей основная камера и 5 мегапикселей передняя камера. У передней камеры тоже есть вспышка. Работает все это хозяйство на процессоре Snapdragon 435 и графический ускоритель Adreno 505. Далее линейка X. Здесь следующие телефоны X3, X5, X7. Давайте поговорим, допустим, о X5. Главное отличие этого телефона, дополнительная кнопка для фотосъемки, ну помните как у компании Sony. Это 5-дюймовый аппарат, сочетает в себе элегантный дизайн, достойную для повседневных нужд производительность, поддержку LTE, гибкие настройки оформления и невысокую стоимость. Далее линейка L. А здесь телефоны L5, L5+, L110, L370, L7, ну и многие другие L-ки. L5+, ZTE Blade L5+, имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей. Это HD-разрешение и 4-ядерный процессор Mediatek MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 всего лишь гигабайт и вместимость встроенная Flash Flash накопителя 8 гигабайт. То есть это вообще такой бюджетник-бюджетник. Последний дополняется картой памяти microSD вместимости до 32 гигабайт. Три предыдущие линейки, которые мы рассмотрели, это были бюджетные линейки, а далее линейка V. Это аппараты среднего уровня и наиболее распространенные и известные на данный момент. Многие из вас, наверное, пользуются именно V-шками. Здесь следующие телефоны V7, V7 Max, V7 Lite, V8 Mini, V8 Lite, V9 Vita, представленные совсем недавно на MWC. V7 смартфоны из Поднебесной ZTE Blade V7 и Blade V7 Lite были представлены в феврале прошлого года на выставке MWC 2016 и получили разное позиционирование. Если облегченный ZTE Blade V7 Lite щегляет модными фишками вроде сканера отпечатков пальцев, фронтальной камеры и высоким разрешением, то старшая модель стала более производительной и обладает увеличенной диагональю экрана. 4 ГБ оперативки, 64 ГБ встроенной. Столько памяти получила самая мощная версия смартфона ZTE Blade V8. С июня 2017 года модель появилась в России, а также у нас представлена версия с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики, как у младших версий, процессор Qualcomm Snapdragon 435 с 13-мегапиксельной камерой без автофокуса, двойная основная камера. Двойная камера умеет делать 3D-фотографии, которые можно рассматривать в VR-очках, очках виртуальной реальности. VR-очке можно сложить из коробочки, в которой поставляется сам телефон. Вот такая удобная фишечка. Ну и линейка Axon. Еще более известная линейка. Здесь телефоны Axon 7 Mini, Axon 7, Axon 7S и Axon N. Axon 7S приобрести телефон можно в Индии или Китае по состоянию на июль 2017 года. Серийное название модели ZTE-A 2018. Главное отличие от ZTE Axon 7 – двойная камера. Чуть новее модель процессора Qualcomm Snapdragon 821 вместо 820, немного увеличенная емкость аккумулятора. Установить можно две сим-карты формата nano, поддерживаются карты памяти до 256 гигабайт. Вот только карта памяти занимает место второй сим-карты. Конечно же, одной из главных особенностей смартфона стала двойная камера с тыльной стороны. Она состоит из двух сенсоров Sony AMX 350 и AMX 368. Передняя камера на 8 Мп с апертурой f2.2. Далее Axon N. ZTE анонсировала смартфон Axon N, способный превращаться в планшет. Превращение возможно благодаря наличию в смартфоне двух 5-дюймовых Full HD экранов. Каждый из них прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. То есть все как бы очень круто. А совмещающихся в панель 6,75 дюймов. Два экрана могут работать как одно целое или независимо друг от друга. Есть и третий режим, который компания называет Mirror Mode. Поставив смартфон в треугольник, можно смотреть в один и тот же контент с разных сторон. Удобно, если хочешь показать какой-то небольшой компании какой-то определенный ролик. Аналогичное устройство недавно выпускала компания Anec, но успеха она тоже в этом отношении не имела. На какой телефон обратить внимание из телефонов ZTE? Я бы обратил внимание в первую очередь на Axon 7. Плох тот китайский бренд, который не рвется в представительский класс. И ZTE тоже выпустил самую-самую свою крутую модель. Дисплей во флагманском смартфоне китайцы подошли грамотно. Выбрали экран с большой диагональю, AMOLED матрицу с разрешением Quad HD. Круто и даже очень, потому что четкость запредельная. Экономичность лучше, чем у IPS матриц. Да и на солнце дисплей выглядит без проблем. Главное, чем ровирует ZTE, качество нового флагмана – это звук. Axon 7 получил японский 32-битный кодекс с цифровым сигнальным преобразователем. Чип, так сказать, улучшайзер, да, можно так сказать. Начинка японская, производство Asashi. Ну и какая же польза от всего этого? Даже совсем простые наушники будут звучать в этом телефоне просто отлично. Без всяких извращений в эквалайзере. Сам звук очень чистый, на всей площадке громкости. То есть всегда одно и то же предсказуемое, хорошее, качественное звучание. И стереодинамики поют тоже очень и очень качественно. Далее ZTE Axon 7 Mini. Пока вы видите технические характеристики, давайте поговорим об этом телефоне. Под индексом Mini или Lite нам обычно представляют жалкие пародии на флагман. ZTE поступили иначе и сконструировали из Mini Axon орудие аудиофила с отличными стереодинамиками. Также AMOLED экраном и породистым звуком в наушниках. Итак, Axon 7 Mini дешевле, при этом нафарширован новыми камерами, новым звуковым процессором, стереодинамиками другой версии фирменной оболочки и операционной системы. ZTE сделала уникальный смартфон при невысокой цене по музыкальным возможностям. Он превосходит многие флагманы, за которые просят десятки тысяч рублей. По сути, это полноценная замена хорошему MP3 плееру с прекрасными стереодинамиками, отличным звуком в наушниках и в корпусе от дизайн-студии BMW. Ну и последний смартфон, о котором хотелось бы обратить ваше внимание, это ZTE Blade V9. По виду ZTE Blade V9 не так-то просто угадать истинную стоимость этого смартфона. Стеклянная панель вспыхивает на солнце ярким золотом, а выпирающая из корпуса двойная камера словно намекает на серьезные фото-возможности. Тем не менее, сердцем устройства выступает вполне бюджетный процессор Snapdragon 450, многим уже из вас знакомый по Xiaomi Redmi 5, а видеоускоритель от 625-го снапа Adreno 506. В Antutu эта комбинация выбивает 71 тысячу бенчмарок, да и цена от них не флагманская. Есть у него и разблокировка по лицу. С камерами ситуация следующая. Основная будет двойной и очень хорошей, с очень хорошей светосилой 1.8. Разрешение главного сенсора составляет 16 мегапикселей, а дополнительного 5 мегапикселей. Эта комбинация обещает быть очень хорошей. Прочие характеристики ZTE Blade V9 включают в себя аккумулятор на 3200 мАч, модуль FM-радио, предустановленную Android Oreo, два слота под сим-карты, 32 или 64 гигабайта встроенной памяти на выбор, лоток microSD, чипсет Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 гигабайта оперативки на выбор и также сканер отпечатков пальцев. Девайс заключен в стеклянный металлический корпус, который внешне очень напоминает смартфоны бренда Honor. Девайс выступает в черном, синим и золотом цветах. И этот телефон недавно поступил в продажи. Итак, друзья, с вами был я, Эд Скрайбер. Это была линейка ZTE. Пишите, какие линейки еще нужно рассмотреть. Если вам понравился контент, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на этот канал, досмотрите всегда все видео мои до конца, и тогда вы поможете моему начинающему проекту. Большое спасибо, что вы подписались на этот канал. Всем респект и уважуха. Всем пока-пока.